Стартовала медийная хоккейная лига. Почему это лучшее событие после финала прошлого сезона МФЛ? Первые драки, скандалы и несправедливость в лиге. Николай Осипов рассказал, что бюджет только первого игрового дня более 10 миллионов рублей. Возможно ли назвать явного фаворита после первого игрового дня? Об этом и многом другом сейчас мы с вами поговорим в этом выпуске. Меня зовут Артем Трусов, вы на канале Хоккей на диване. Мы начинаем, поехали! Ну, во-первых, давайте прежде чем мы перейдем к матчам, я бы немного хотел сказать об организации. Потому что я лично приезжал в парк Патриот посмотреть, как все будет проходить. Мне было интересно такое событие еще и в формате зимней классики. Собственно, посетив этот парк, я увидел отличную организацию от Николая Осипова. Я у себя уже в телеграм-канале написал пост. Вчера об этом более развернуто. Можете пройти по ссылке. Ссылка будет также в описании и QR-код на экране. Вообще, все первые новости поступают именно там, поэтому смотрите, следите. Выпуски на YouTube сейчас будут выходить ежедневно, но прям в онлайне я именно в телеграме. Так вот, по поводу организации. Все было просто на высшем уровне по сравнению с любыми другими медийными лигами, которые старались делать ранее. Я их видел в двух форматах. Видел их онлайн, допустим, да, такую лигу, которая проходила в Казани. Я видел также Лигу XHL в Москве здесь вживую и на трансляциях в том числе. Так вот, и по двум форматам, и в жизни, в реалии, и по трансляции, Николай Осипов и медийная хоккейная лига Винлайн сделали это гораздо, гораздо увереннее и интереснее. Потому что это хорошая локация для первого старта. Немного, да, она неудобна территориально, но, тем не менее, она очень знакова. Отличный лед, несмотря на погодные условия, что шел постоянно снег, была заливочная машина, которая заливала лед после каждого периода. Вот, и, соответственно, более-менее комфортно было играть. Но это прям добавляло более антуражу, потому что настоящая зимняя классика без снега не обойтись. И это было, на самом деле, очень натуражно, и от этого становилось только интереснее. Ну, и не надо забывать, что все были в равных условиях. Увидев трансляцию последней матчи, я понял, что и трансляция сделана на уровне, она ничуть не уступает медийной футбольной лиге. Более того, в принципе, Винлайн-медиа лига по своим трансляциям не уступает, наверное, никому на данный момент, по крайней мере, в российском спорте. Вот, и также хотелось бы сказать, что отныне Николай Осипов объявил о том, что есть Винлайн-медиа лига. Нет Винлайн-футбольной лиги, нет Винлайн-медийной хоккейной лиги. Есть одна Винлайн-медиа лига, куда будут входить футбол, хоккей. И далее будут добавляться другие виды спорта и, собственно, создавать общую экосистему и структуру, о которой он уже заявлял ранее. Ну и давайте переходить к матчам, потому что их было 4 за этот день. Они были действительно интересными, каждый по-своему особенный. И первый матч – это True Fighters команда Камила Гаджиева против Чисто Питера. Матч начался как раз-таки в разгар снегопада. Но то, о чем я говорю ранее, все находятся в равных условиях, поэтому проблем ни для кого нет. И, соответственно, следующий тур уже пройдет на Ледовом дворце «Кристалл», который находится в Лужниках, под крышей классических хоккей. Мы это уже будем наблюдать в это воскресенье. Состав участников уже известен, в Телеграм-канале опубликован, поэтому можете там посмотреть. Завтра как раз-таки по этому поводу пообщаемся уже в видео на Ютубе. Что можно сказать по матчу? Здесь был очень хороший средний уровень, можно сказать, дивизиона любительской хоккейной лиги. Не было сверхпредельных скоростей, не было каких-то прям невероятных моментов. Очень хорошо сбито по игре две равные команды, навязали интересный матч. Вот это единственное, что можно сказать по уровню данного хоккея. Среди новостей данного матча можно отметить, что именно в нем была забита первая шайба в истории медийной хоккейной лиги. И, соответственно, забросил ее Юрий Жирков за команду «Чисто Питер». Интересно также, что в составе команды «Чисто Питер» оказался хоккей-стик, который на лед не выходил. Собственно, я думаю, по ходу турнира он этого и не сделает. Все-таки в маске, я думаю, он будет играть проблематично. А вроде как лицо свое обнародовать он на данный момент не собирается. Поэтому увидели его в качестве помощника, либо одного из тренеров команды. Также интересно, что за True Fighters выступает Василий Маврин. Это ныне игрок Амкала, ранее игрок Титана. И несмотря на то, что есть хоккейный Титан, который играет в этом турнире, играет он за True Fighters. Надо сказать, что играет весьма неплохо. Я как раз-таки видел матч Василия вживую. Я на этом матче присутствовал. И он вообще ничуть не выбивался. Смотрелся вполне на уровне вместе с профессиональными игроками. Создавал атаки. В принципе, как и в медийном футболе, тащил на себе, где-то вытаскивал. И играл весьма нестандартно по мышлению игры. Поэтому я был действительно удивлен. И я думаю, как и многие другие. А в остальном, более таких новостей по этому матчу нет. Разве что Камил Гаджиев, который забросил свою шайбу. И стал первым человеком, который забил гол в медийном футболе. И забросил шайбу в медийном хоккее. Также в этом матче впервые была забита оранжевая шайба. Гол, которая считается за два. И, собственно, на этом все. Итоговый счет данного матча. Победа True Fighters. Второй матч стал более интересным. Ведь играл Хоккей Бразерс и чемпион. И надо сказать, что именно Хоккей Бразерс, наличие названия этой команды в вывеске, привлекало больше всего внимания к данному противостоянию. И важно вот здесь выделить очень тонкий момент. Оказывается, против Хоккей Бразерс и НБСК регламент работает немного иначе. Ведь в правилах прописано, что на льду у команды одновременно должно находиться минимум 3 игрока со статусом медиа. Но вот есть погрешность. Ведь в матче против НБСК или Хоккей Бразерс другие команды могут выставлять всего по 2 медийных игрока. А остальное пустой слот занимать именно профессиональным либо медиа-про. Надо подчеркнуть момент, что игрок со статусом медиа-про может даже забивать голы. И это дает невероятное преимущество на льду. В этом матче тоже были символичные моменты. Вообще, в целом, так как это был первый день, естественно, много будет первых каких-то рекордов. Первая шайба, первая драка и так далее и тому подобное. Вот в данном матче первую шайбу за Хоккей Бразерс забросил Денис Скачин. Символично это тем, что Денис является одним из создателей проекта Хоккей Бразерс. И именно он в первом матче медийной хоккейной лиги своей команды забивает первую шайбу. Также матч отметился и первым хет-триком от Сева из команды Хоккей Бразерс, который, кстати, в этом матче играл в не самом лучшем состоянии своего здоровья. Говорят, что он даже играл при температуре. Но, несмотря на это, смог отличиться и забросить три шайбы. Ну и, конечно же, этот матч отметился дракой. Ведь на льду был Корней. И уже по опыту прошлых медийных лиг мы знаем, что такое может произойти. Это ни в коем случае не минус. Я просто говорю о том, что вот как раз-таки Корней тот хоккеист, который готов играть в том числе и по правилам классического хоккея, когда нужно, и медийного. То есть он может и на камеру отыграть, и если требуется на льду, проявить себя и со стороны какого-то хорошего момента в игре, и даже драки, если это придется. Вот данная драка была не наиграна, что, соответственно, добавляет антуража. И вообще очень здорово, что драки и неотъемлемую часть хоккея не убрали из медийной хоккейной лиги. Тем более, что получилось она вполне себе адекватной. И, можно сказать, даже равной. Но по этому поводу есть только один нюанс, что ранее Николай Иосифов заявлял, что да, драки будут, драки возможны, но драться нужно в шлемах и перчатках, не сбрасывать краги. Соответственно, если игрок сбросит шлем или перчатки, к нему будут применены некие санкции, возможно, дисквалификация, либо что-то еще. Вот в данном случае пока непонятно, что будет по этому поводу. Эту информацию явно уже обсуждали на пресс-конференции, которая была совсем недавно. Поэтому подпишитесь, и уже завтра мы обсудим с вами этот вопрос более подробно. В принципе, по данному матчу на этом все. Он был уже гораздо на более высоких скоростях, нежели True Fighters чисто Питер. Более интересные комбинации. Но ожидаемо для многих, возможно, это победа Хоккей Бразерс. Поэтому мы идем дальше, к третьему матчу, в котором встретились НБСК и Хоккейный клуб Десятка. Здесь надо сказать, что очень многие говорят о том, что это лучший матч первого дня, первого дня, первого тура. И да, он действительно стал интересным. Начало положило решение как раз-таки не допустить Золтана до участия по причине того, что ему нет на данный момент 18 лет. И несмотря даже на то, что его родители готовы письменное согласие дать на то, чтобы он принимал участие в данном турнире, Винлайн Медийная Хоккейная Лига запретила его участие. Поэтому сыграть он за НБСК в первом сезоне не сможет. И такой актив медийного игрока на льду, очень важный актив в случае с НБСК. Мы помним, что против них выставляют по два медийных игрока. Им нужно обязательно играть в три. Это все-таки в любом случае потеря. Матч был богатым на моменты, в том числе и на потасовки. И даже на такую, когда Максим Гончаров рядом с происходящим конфликтом ударил своей клюшкой Евгенича, сломал свою. Далее у них чуть ли не произошла драка. Ведь все началось с безобидного, казалось бы, момента, когда Саша Аванов черенком клюшки подтолкнул Еркузю уже в паузе. Тот пошатнулся. И тут неожиданно с двух скамеек собралось огромное количество игроков. И началась массовая потасовка. Прям полноценной драки никакой не произошло. Но, тем не менее, было удаление с двух сторон от обеих команд. Самыми эффективными в составе НБСК отметились Мистер Блэк, который играл со статусом медиа про. И Короткий, который играет со статусом медиа. И на Короткого даже была вот такая вот реакция от обладателя кубка Гагарина Алексея Потапова. А также в этом матче были первые буллеталити в этом игровом туре, по итогам которых с общим счетом матча НБСК победили 5-4. По этому матчу можно сказать, что более молодой состав Титана ожидаемо перебегал более зрелый состав Звезды. Со стороны Титана до матча заявлялось, что от них будет большое количество медиа-активности как раз таки во время матча. Но на самом деле по уходу матча мы, кроме как празднования первого гола всей командой, более ничего от них прям такого сверхмедийного в качестве какого-либо перформанса, к сожалению, не увидели. Всем надеяться, что в дальнейших турах они все-таки начнут это проявлять. В момент этого матча уже изрядно так испортилась погода, пошел мелкий дождь, но шайбы от Титана продолжались, и собственно матч закончился со счетом 6-3 победой Титана. Отметить разве что можно еще шайбу только Никиты Кашаева, который забросил оранжевую шайбу, которая считается за два гола. И нужно сказать, что Никита Кашаев это игрок и футбольного клуба Титан, который в финале прошлого сезона МФЛ как раз-таки забил победный гол и принес чемпионство своей команде. И в данном матче он сделал не меньше и показал, так же, как и, кстати, Василий Маврин, очень хорошую и уверенную игру. Вот таким стал первый игровой день в инлайн-медийной хоккейной лиге. Бюджет первого игрового дня только зимние классики, а более 10 миллионов рублей, так заявил Николай Осипов. Соответственно, общий бюджет сезона будет гораздо и гораздо больше. Ну и, собственно, видно, что все это было не зря, потому что действительно турнир начинается интересно. Появляются первые бифы. Допустим, Камил Гаджиев сказал, что он в принципе не видит никакого фаворита в команде Хоккей Бразерс. А вроде как все думают о том, что это самый главный претендент на победу в этом турнире. Он считает свою команду фаворитом. Увидим мы это уже по ходу следующих туров. Но я думаю, что все-таки впереди и фаворитами на данный момент являются Хоккей Бразерс, НБСК, Десятка. Можно сказать, что True Fighters чемпион находится далее. Ну и я думаю, что все-таки одним из последних мест замерз команда Звезда России. Внимай, снимай. Мы тут с Илюхой случайно оказались на матче Хоккей Бразерса чемпион. И честно говоря, все эти Хоккей Бразерсы пугают. И что, Илю? Вообще ничего особенного. Ничего особенного. Еле ползают по льду. Вы думали, что-то серьезное будет? Я их вообще фаворитами не считаю. Там просто такие, о, не дай бог, Хоккей Бразерса. Ну и что, блин. Еле-еле 1-0 наковыряли к середине первого периода. Однозначно фаворит нашей команды, Илюха, я считаю. Так, мне кажется, это какая-то первая... Начинается лига с очень хорошего и качественного хоккея прям сразу же. Да, действительно, здесь как в футболе не получилось бы сделать так, чтобы на льду присутствовали только блогеры. Потому что здесь порог входа все-таки сильный, сильный, гораздо выше. Ну а я вам хочу сказать, чтобы вы не забывали подписаться на телеграм-канал. Это действительно важно. Сейчас происходят разные события в ходе работы интернета. То блокирует какой-то телеграм-канал, идет нестабильная работа. С ютубом происходят какие-то ошибки. Поэтому важно быть подписанным на несколько социальных сетей, чтобы оставаться в курсе, если что, не потеряться. Там много информации, которая поступает в лайве, особенно в игровой день. Все это выходит прямо по ходу дня. Очень много публикаций. Поэтому подписывайтесь, смотрите, следите за новостями. Ну а с вами был Артем Трусов, канал Хоккей на диване. Всем до новых встреч, всем пока!